Я родилась в 1863 году в Таганроге. Помню себя примерно с шестилетнего возраста. Мы жили тогда в двухэтажном доме Моисеева на углу монастырской и ярмарочной улиц. В первом этаже у отца был небольшой магазин, а во втором размещалась наша семья. У меня было пять братьев. Александр, Николай, Антон, Иван и Михаил. Дед наш прошел суровую школу жизни крепостного крестьянина. В юности, до выкупа на волю, был крепостным и наш отец. Впоследствии я удивлялась, откуда у отца его артистическая натура, его любовь к музыке, к пению и рисованию. В отличие от строгого отца, наша мать была очень мягкой, тихой женщиной. Брат Антон очень верно сказал, талант у нас со стороны отца, а душа со стороны матери. Нелегко было нашему отцу содержать такую семью. Всем нам, детям, приходилось много работать. Но жили мы дружно и весело. Помню наши спектакли, организованные Антошей. Особенно часто мы разыгрывали гоголевского ревизора. Антон обычно играл Городничева, Николая Хлистакова, а я, Марию Антоновну. Наш отец никогда не проявлял таланта в торговых делах. И в конце концов так запутался в них, что вынужден был закрыть свою лавку. Мне было 13 лет, когда он чуть ли не бежал от долгов в Москву, к моим старшим братьям. Александр уже учился тогда в Московском университете, а Николай поступил в училище живописи, вояния и зодчества. Вскоре в Москву переехала вся наша семья. Антоша, продолжая учиться в гимназии, остался в Таганроге один. Он часто писал нам оттуда письма, полные юмора и утешения. Зачем ты, Михаил, величаешь особу свою ничтожным и незаметным братишкой? Ничтожество свое осознавай, знаешь где? Перед Богом. Пожалуй, перед умом, красотой, природой, но не перед людьми. Среди людей нужно сознавать свое достоинство. Мы продолжали жить в Москве, разделяя нужду и лишения, пока не кончил гимназию и не приехал к нам Антон Павлович. Москва захватила брата. С первого приезда зародилась его большая любовь к ней, продолжавшаяся до последних дней его жизни. Вскоре в журнале «Стрекоза» появилось первое произведение Антона Павловича Чехова «Письмо к ученому соседу». Постепенно литературный труд брата стал главным источником существования семьи. Он успевал и слушать лекции в университете, и заниматься в клиниках, и писать свои рассказы и фильетоны. Пока Антон Павлович работал в «Стрекозе», старший мой брат Александр печатался в будильнике. Потом специально чеховским стал журнал «Зритель», в котором все литературно-художественное производство целиком перешло в руки трех моих братьев – Александра, Антона и Николая. Немногие знали тогда, что писатель Антоша Чеханте и художник Николай Чехов – родные братья. Николай был автором многих талантливых иллюстраций к произведениям Антона. «Ферри, мальчик Николай Чехов» Калибрая Знаете, я решил собрать все рисунки Николая и послать в Таганрогскую библиотеку с приказом хранить. Есть такие рисунки, что даже не верится, как это мы до сих пор не позаботились собрать их. Как-то незаметно Антон сделался главой семьи. Отец молчаливо признал в нем хозяина дома. Живу в Кудрине на Садовой в доме либерального цвета. У меня порядок, который рухнет, если я не заработаю определенное количество рублей в месяц. Я перепробовал все, кроме стихов и доносов. Здесь мы прожили почти четыре года. В этом доме братом были написаны первые крупные произведения. Степь, Счастье, пьесы Иванов. Здесь побывали Григорович, Короленко, Чайковский, Плещей и многие другие писатели и художники, обратившие внимание на молодого писателя Чехова. Часто к нам заходил Николай, живший отдельно. Он не имел никакого музыкального образования, но обладал большими музыкальными способностями и неплохо играл на рояле. Когда у нас появился первый инструмент, Николай, приходя к нам, садился играть, а Антон любил в это время работать. Потом Николай стал появляться все реже. Николка шалоберничает. Гибнет хороший, сильный русский талант. Гибнет не за гроши. Что он делает? Способный человечина, но лентяй из перворазрядных. И что ужаснее всего, он не исправил. Субтитры создавал DimaTorzok А между тем в зале стоит незаконченная, замечательная картина. Еще год-два и песня нашего художника спет. У тебя, Николай, талант. Недостаток же только один. Это твоя крайняя невоспитанность. Воспитанные люди уважают человеческую личность. Они сострадательны. Они чистосердечны и боятся лжи, как огня. Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они воспитывают в себе эстетику. Тут нужны бесперерывный дневной и ночной труд. Тут дорог каждый час. Иди к нам. Разбей графин с водкой. Жду. Все мы ждем. Рано и нелепо кончилась жизнь Николая, этого большого, талантливого художника. Беспорядочная жизнь в богемной среде привела к тому, что на 31-м году жизни он погиб от скоротечной чахотки, не успев сделать ничего большого и значительного. В 1892 году мы переехали всей семьей на жительство в Мелихово. В собственную усадьбу. Настроение Антона Павловича по переезде было самое хорошее, радостное. Многие мысли о природе и климате, о садах и лесах окружающих человека, вложенные Антоном Павловичем в уста героев его произведений, это мысли и убеждения самого Антона Павловича. Он очень тонко чувствовал и понимал природу. Если наши деды и прадеды жили в деревне, то и внукам нельзя жить в городе безнаказанно. Я провожу все время в труде и кушаю хлеб свой в поте лица. Фамилия моя здорова и процветает. Отец счастлив в Мелихове, как никогда. Брат Иван учитель, упрямый человек, в хорошем смысле, трудолюбив и честен. Подтрунивая над нами, Ваня говорил, не всем же писать, надо кому-то и переписывать. В юности он служил переписчиком у романиста Бабарыкина. Мишка открыл в себе еще один талант. Превосходно рисует на фарфоре. Я покупаю тарелки и краски, а он рисует. Впоследствии брат Михаил один, без помощников, выпускал журнал «Золотое детство», который заполнял под разными фамилиями своей прозой и, конечно, рисунками. Ма-па учит девиц в гимназии. Она у нас главная, и без нее каша не варится. Я в то время с большим увлечением занималась живописью. Посещала вечерние классы Строгановского училища, училась у Коровина и Серова. Много помогал мне в занятиях Левитан, с которым нашу семью связывала большая дружба. Он учился вместе с братом Николаем. В картине Левитана «Осенний день в Сокольниках» женскую фигуру написал Николай. Как-то я показал Левитану один из своих этюдов. «О, Маша молодец, и у вас тоже способности», сказал он. «Эта похвала обрадовала меня, и я стала заниматься живописью серьезно». Как-то зашел ко мне художник Киселев, похвалил моей работой и сказал, «Коли есть призвание, то выйдет художник». Теперь, через 60 лет, я могу сказать, что призвание у меня, пожалуй, было, но полностью посвятить себя живописи я не могла. Иные пути, иные цели, связанные с жизнью и работой брата, стояли передо мной. 12 октября 1898 года «Умер наш отец». Жаль отца. После его смерти в Мелехове уже будет не то житье. Выпала главная шестерня из мелеховского организма. У меня болит грудь. Очевидно, и здоровье я прозевал. 38 лет — это немножко много. По настоянию врачей, брат должен был уехать в теплые края. Он решил поехать в Ялту. Мне кажется, что я живу в Ялте уже миллион лет. Скучно без москвичей, и без московских газет, и без московского звона. Жизнь кажется великой, громадной, а сидишь на пятачке. У нас в Мелехове чудесно, но как настанет вечер, нападает тоска и страх. Гудит ли самовар, свистит ли ветер в печи, или воет собака, все это производит страх и опасение за будущее. Как бы не вели себя собаки и самовары, милая Маша, все равно после лета должна быть зима, после молодости старость, за счастьем несчастье и наоборот, и надо ко всему быть готовым. У нас был Левитан. Он, по-видимому, скоро умрет. У него расширение аорты. На моем камине он изобразил лунную ночь во время сенокоса. Лук, копны, вдали лес, надо всем царит луна. Подлец я за то, что не умею рисовать. Я внимательно еще раз прочитал твои рассказы, дорогой Антоша, и ты поразил меня, как пейзажист. Пейзажи в них — это верх совершенства. У меня гостит сейчас Александр. Что мне делать с ним? Горе, да и только. Он гораздо способнее меня, но никогда ничего не сделает из своего таланта. Его погубит болезнь. Он страдает запоем, несомненно. А сын его, Миша, удивительный мальчик по интеллигентности. В его глазах блестит нервность. Я думаю, что из него выйдет талантливый человек. Вспоминаю, как отец мой в первый раз привез меня в Ялту. Как впервые вошел он со мной в кабинет Антона Павловича. Помню, как сиживал у него в кабинете, молча, часами, когда он писал. В столовой у него висела большая картина, написанная братом его, художником Николаем. Картина изображала швею с измученным, усталым лицом. В грустном лице ее я узнал мою мать. О Михаиле Александровиче Чехове, замечательном русском актере и одаренном художнике, написано так много воспоминаний, что вряд ли я смогу сказать что-нибудь новое о его сложном пути, о его исканиях и разочарованиях, о его триумфах и неудачах, как в России, так и за рубежом. Племянник Антона Павловича Чехова, Миша Чехов, гений. Так отозвался о нем Станиславский. Все мои старшие братья были одаренными людьми, но данные ему природой способности смог развить лишь один Антон Павлович. Когда-то он говорил, что его будут читать лет семь, а потом забудут. Как глубоко он ошибался. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова